Субтитры делал DimaTorzok Учитывая, что семинары приближаются к концу Мы с вами не стали обсуждать, что есть там кварки, лептоны, переносчики взаимодействия Как я уже сказал, лептонов мало Вместе с 3, а не 4, но ряд не считает Количество адромов довольно большое Было замечено, что они все распадаются на некоторые мультиплеты То есть группируются некоторые группы, которые имеют сходные массы И которые ведут себя в сильных взаимодействиях одинаково Началось все с зеркальных ядер Например, есть такие зеркальные ядра Которые клетки знают, но, к сожалению, не такие Например, есть такие ядра Лептинки И семинары Лептинки Ну и еще раз Например Город Зеркальные ядра Зеркальные ядра Которые Количество Протонов За Количество Нейтронов А что вы там висели здесь? Рассказывайте мне Зеркальные ядра В хорошей стране Ну и оказалось, что У этих ядер Энергия связи, структура уровней и так далее Очень все похоже То есть Из этого можно было сделать вывод, что Связи Протон Протон Котон И нейтрон Одинаковые То есть В этом случае Можно было сказать, что Если мы Откинем Электромагнитное взаимодействие От сильных взаимодействий Которые здесь Поделяют Электромагнитное Вот Вы не можете Отключить Протон И нейтрон Далее Была Такую званую Обнаружена Зарядовая Независимость То есть Эквалент Не только Вот Эквалент Но еще и нейтрон Протон Для этого Например Я такую картину Прорисую Если Скажем Углерод Прибавить Электронно-нетронную связь Дву-2-нетроны То получится Вот такой Углерод А если Прибавить Протон Протон То получится Кислород А если Прибавить Электронно-нетронную Постон То получится Разбор Еще надо взять Возбужденное состояние Вдра Вот И тогда Оказалось Что здесь тоже Выглядит Все Одинаково Вот Одинаково Я имею ввиду Что С ней Хорошей точностью Да Хорошая точность Типа Ну не знаю Заряд Массы Протона И нейтрона Отличаются Меньше чем Сколько там Вот 15-15% Вот Ну и Дальше Были обнаружены Как я сказал Это Что касается Ядерной физики Вот А что касается Физики Леонтарных Частиц Были обнаружены Некоторые Мультиблетные Мультиблетные Которые Выглядят Одинаково Одинаково Например Протон Гитрон С этого Началось Это началось Ядерной физики Дальше Были Обнаружены Дельта Дельта Резонансы Дельта Плюс Дельта Плюс Дельта Чет-то Ноль Сеп-то Минус Путь Тут было обнаружено четыре резонанса, которые выглядели очень даже одинаково. Или странные частицы, про которые я вам говорил. Сигма плюс, сигма ноль, сигма минус. Можно продолжать очень долго. Или я написал про барионы. Также были обнаружены в К-бизонах. Ой, извините, в К-бизонах после таких плюс, и ноль, и минус. Имеют очень сходные, опять же, массы. Были обнаружены, например, К-бизон и антиканой К-бизон. Их тоже будут берутся в такие публики. Которые ведут себя, все же это действие, как кажется, одинаковое. И массы которых очень мало отличаются. То есть, дальше, как это было, предложена такая гипотеза. Что, если мы убрали электромагнитное взаимодействие, тогда мы бы не могли отличить протон и нейтрон. Ну, на кварковом уровне это означает, конечно, что... Вот, есть аппадалом кварте, да? Аппадалом кварте, о котором я говорил очень, так сказать, мало отличаются между собой, кроме как заряда. И это означает, что, предположим такую гипотезу, она, конечно, не точная, да? Потому что мы знаем, что, во-первых, электромагнитное взаимодействие есть, да? То есть, имеется, если бы мы, так сказать, перешли в некоторый мир, да? Где нет электромагнитных взаимодействий, то тогда, если бы мы его смогли выключить, да? Тогда бы оказалось, что протоны и нейтроны имеют одинаковую массу, и мы их вообще отличить не можем, да? Ну, тогда будет, ну, началось сведение, как идем, дуклон, да? Дуклон состояния, да? Который, вот, есть протон и нейтрон, да? То есть, протон будет выписывать как в состоянии 1-0, да? А нейтрон будет выписываться как в номер. Для этого есть аппарат, который для этого дальше можно использовать. Вы уже знаете, это спиноры, да? Со спинами 1-2. То есть, вся, как говорят, математика, да? Это математика спина. Но так как, чтобы, как это, отличие спин, да? Но введенного параметра, да, это называют изоспином. Вот. И, соответственно, изотопической симметрии. Вот. Ну и дальше можно, как это, ввести более сильное утверждение, что вариантность будет не только при замене там прогноза нейтрона и так далее, но и при любом повороте пространства, да? То есть, а как поворачивать в изотопическом пространстве, знаете? То есть, у вас есть спинор, да? Пси, да? Для того, чтобы его провернуть, да? Нужно что сделать? И, да, написать Тау, да, там, на Тепто пополам на ВСИ. Да? Вот. Со спинами 1-2 мы уже это проходили. Вот. Но вместо матрицы Сигла пишется матриц Тау, да? Только ради того, чтобы подчеркнуть, что это, там, из-за спин, да? От матрицы Тау совпадает просто матрица из-за спина. Ну, с матрицей Пауэллити. Вот. То есть, имеется вот такая вот инвариантность. Инвариантность – это означает, что у вас и штрих равняется с этой матрицей, да? Что такое инвариантность? Ну, для того, чтобы сохранить норму, она должна быть, сравняется, что там? У крестного уровня должна быть единица, правильно, да? Вот. А определитель такой матрицы Сигла что? Должен быть по мудру равен единице, да? Вот так как здесь, соответственно, мы имеем что? Мы имеем, что фаза у нас никак не сказывается, да? То тогда это означает, что определитель этой магниты должен быть равен единице. То есть, это не так, не модулярная матрица, да? Которая вот для спина 1-2, да? То есть, для размерности матриц равной двойки, да? У вас равняют вот эти матрицы Пауэлли, да? Имеются. Вот. Ну, и посчитать их количество тоже очень просто, да? Если у вас имеется n, да? Ну, размерность матрицы, да? То есть, его, как вы помните, мы уже с вами считали, да? Когда вы считали матрицы Пауэлли, мы сказали, это всего 2n квадратных параметров, да? Но крест дает минус n в квадрате, да? И еще минус дает определитель, да? То есть, получается n квадрат без единиц, да? Вот. Дальше есть симметрия более высокого порядка, которая нарушается более сильно. Вот. Вот. Ну. То есть, так называемая SU3 симметрия, где SU2, я бы сказал, симметрией связанной с квадратами арт и даун, да? А SU3, это еще добавляем квадрат S, да? Но масса его заметно больше, да? Поэтому она нарушенная симметрия, но, тем не менее, тоже можно много чего сосчитать. Значит, ну вот теперь давайте попробуем, вот мы ввели такую симметрию, а, как это, какой профит от этого мы с вами можем получить? Кроме того, что мы осознали бы, что есть такие бультиплеты. Вот. Ну, вот, как я сказал, если мы определим, что взаимодействие на реактор при любых вращениях, да? То это означает, что, как у вас было на спине, спин сохраняется, да? То здесь и за спин сохраняется. Вот. Ну и после этого можно попытаться уже выводить некоторое соотношение между разными реакциями и процессами, которые у вас происходят. Ну, может это и не только, так сказать, столкновение, но и раскладчики с ним. Вот. Ну и давайте начнем, например, еще с очень простого. Например, посмотрим вот такую реакцию. А так, когда мы пишем «Нуклон», мы с «Нуклон» переходим в фильм «Нуклон». Вот. Значит, «Нуклон», как я уже сказал, я буду обозначать, что это «Нуклон» и «Стратон», да? То есть, ну, некоторое, так сказать, состояние, которое может быть там и там, да? Значит, какие здесь реакции могут быть, да? Ну, давайте попробуем. У вас имеется П плюс П, да? Переходит во что? Ну, вы что такое дитон, узнаете, да? Вот. У нас сегодня, наверное, место лекциями, которые вам про дитон, я думаю, очень подробно рассказывали, да? Значит, это будет что? П плюс плюс Д, правильно, да? Дитон – это связь с состоянием протона нейтрона, да? Помните о том? Дальше есть. Нитрон плюс нейтрон, да? Переходит и минус, друзья. Вот. А дальше есть протон плюс нейтрон, Переходит и пиноль, да? Вот имеется все, вот имеется набор соответствующих реакций. После этого, ну, можем попытаться написать некоторое соотношение, которое происходит. Ну, это реакция очень простая, но, с другой стороны, все быстро описано в тематике и любое прочтение. Вот. Значит, первое. Мы можем использовать коэффициентки Клеб Шаграгда. За спином реакция сохраняется, то есть третья компонента тоже, да? Ну, видно, что третья компонента здесь, очевидно, сохраняется, поэтому это просто связано с зарядом, да? Ну, это по аналогии, как, если у вас нет магнитного поля, да, то вы не можете понять, куда у вас направлен спин, да? Ну, конечно, вот пока нет, ну, нет взаимодействия минус H, да? Так и здесь, в этом смысле, если нет электромагнитного взаимодействия, вы не знаете, это у вас протон или нейтрон, да? Вот. Вот. Поэтому, один из метров, это просто использование коэффициентов Клеб Шаграгда. Да? В коэффициентке Клеб Шаграгда мы рассматриваем вот эту реакцию, да? Значит, это будет там 7-1, 7-2, 7-3, да? Вот. Давайте попробуем лучше использовать коэффициенты Клеб Шаграгда. Да? Значит, состояние протон-протон, да? Оно описывается... Вот. Мы должны описывать такое умного ремеса, да? То есть, это состояние со заспином 1-2 и проекция 1-2. Что такое нейтрон? Это состояние нуклона со заспином 1-2 и третья проекция минус 1-2. А что такое гимизон? Гимизон, это, как я сказал, существует три гимизона, да? То есть, у них изоспин сколько его может быть? Если у протона-нетрона изоспин должен быть по 1-2, да? Единица. А? Единица. Ну, как у вас, проекция? Плюс единица 0 и минус единица. Ну, три состояния. Ну, теперь в плете должно быть 2 и плюс 1, правильно? Состояние. А у ребенка какой-то должен быть изоспин? Тоже. Тоже какой? Тоже единица. Тоже единица. Тоже единица. А еще у тебя будет предложение? Ноль. Ну, давайте продолжим. Еще какое-нибудь предложение? Уж все подряд. Один, ноль. Одна, вторая предлагает. Ну, ладно. Три вторых не будем, так сказать. Это самое. Значит, связано с состоянием протона-нетрона, как у вас, я не сомневаюсь с лучевым Дмитрием, схоже существует. Одно. Да? Значит, из-за спины какое-то состояние? Правильно? Ну, другие. Потому что состояние всего одно. Вот как вот вы здесь мне сказали 3, да? Там должен был сказать, что это про основу, да? Нет протиона для бетона. Вот. Значит, ну и теперь давайте попробуем сочетать вот эти реакции используя коэффициенты Клёша-Гордана. Здесь смотрите, что одна вторая, одна вторая, да? То есть смотрим, какая воловая функция будет. Одна вторая и… И… Так, давайте, да. Юлица… А, давайте вот здесь. Значит, итак. Одна вторая, одна вторая складывается с одной второй, одной второй, да? Ну, вы знаете, да, вот, поскольку это складывается. Или не знаете? То есть это будет сколько? Если… Проекция какая будет? Единица. Единица, да. Проекция будет единица. Значит, если одна вторая, одна вторая складывается, я могу сложиться куда? Либо в ноль, да, либо в единицу. Правильно, да? Но если проекция единица, то, наверное, из-за спины у него сколько? Единица, наверное, да? Дальше мы можем сложить минус одна вторая, минус одна вторая, да? Таким же успехом используйте. Это будет 1 минус 1, согласны? Ну, а как получить один ноль, вы, наверное, знаете, да? Ну, по действию приближающим операторам, да? Да я не буду этим заниматься, вычислением глицентов клевча горгана, да? Я, наверное, просто напишу ответ, да? То есть если я вкладываю одна вторая там, одна вторая, и одна вторая минус одна вторая, Ну, это будет, как-то будет минус на слове без друга, да? Ну, что? Будет либо один ноль, да? Либо, что, ну, там, плюс или минус, в зависимости от... Ну, просто хватит, да? Вот так, согласно? Нет? Ну, если вы не знакомы с коэффициентом клевча горгана, я тогда как-то могу вас познакомить, вот, если... Потому что мы сейчас его будем использовать. Не надо, да, знакомить? Это вы понимаете, как получилось? Вот. Ну, всё. Теперь давайте рассчитать стечение реакции. Стечение реакции пропорционально чего? Матричному элементу, правильно, да? Так, да? Вот. Это, значит, будет означать одно сечение пропорционально, да, квадратное, да? Ну, мы с вами это обсуждали, да? Вот. А матричный элемент, да, он, в данном случае, будет пропорционально чему? У вас есть там конечное состояние, вот какое-то взаимодействие на начале, на начале состояния. Так же? Ну и смотрим. Вот, например, смотрим вот сюда. Значит, как будут складываться из-за спины 1 и 0, я выписывать не буду, да? Знаете, когда будут складываться? Ну, если здесь 1, 1 и 0, то будет сколько? Давайте я сейчас спрошу, а то вы тогда смотрите, что может у вас тоже есть сомнения. Ну, если здесь есть это состояние 1, да, с проекцией 1, а это состояние 0, с проекцией 0. Так, если мы складываем, получим сколько? 1, 1, 1. Правильно? Да. Ну и так далее. Здесь все хорошо складывается. Да? Ну и тогда у нас вот здесь в начальном состоянии получается сколько? 1, 1, правильно? 1, 1. А вот здесь состояние тоже 1, 1. То есть, у меня строительство действия 1, 1. То есть, это означает, что если мы к этому не будем, вы 1. Ну, от проекции ничего не зависит. Вы знаете, как мы можем крутить, да? Неварианты спросить. Здесь вот проекция сохраняется, да? Теперь смотрим, что же будет эта вот первая реакция, да? Сигма 1. Что же будет М2? Да? М2 будет, ну, соответственно, тоже 1, минус 1. В, 1, минус 1. И будет сложим проявлением. Потому что, если лево и справа, состояние со спиной в равном объявлении. А что будет для третьей реакции? Для третьей реакции будет... Пишем, что будет. Здесь будет сколько? 1, 0. Правильно? В конечном состоянии. 1, 0. В, да? А здесь будет сколько? Здесь будет, ну, вот, вся эта величина. Ну, хорошо, давайте. Единица на корень из 2, да? 1, 0. Плюс 0, 0. Так будет. Отсюда мы получаем, сколько? Получаем. Единица на корень из 2, в 0. Ой, извините. Сейчас уже один. Потому что есть только... Из-за спицы храняется. Один есть в один. Тогда... Отсюда мы можем заключить, что сигма 1 равняется сигма 2 равняется 2 сигма 3. Можем заключить. Если вы откроете таблицу в частиц, то вы увидите, что у Адрома написан такой же, у него еще и за спинки. То есть, артистика, которая активно используется, которая очень полезна в физике, которая активно используется для понимания чего происходит. Это понятно, да? Первое. Пример самый простой. Значит, другой есть метод. Это, так называемый, метод Шмушкевича, да? Он заключается в смену сирну. Если у вас начальное состояние неполяризовано, да? То и конечное состояние будет неполяризовано, когда реакции идут. То есть, если у вас в начале, пообразите себе, я считаю, вы запустили туда неполяризованное состояние, какое за спину, там происходят какие-то реакции, то в результате этого взаимодействия у вас никак не может появиться поляризованное, какое за спину состояние. Ну, для этого, вот, возьмёмся в характеристской таблице. То есть, у вас есть состояние ПП, НН, РПН, ну, и давайте его напишем НП. Из которых, вот из этого, из этого состояние идут. Ну, здесь тоже будет Сигма-1. Ну, тогда у вас возникает, что у вас количество ПП, 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 должно быть одинаковое. Потому что состояние конечное должно быть тоже неполяризованное произведение. Ну, отсюда получаешься разгованное соотношение, которое написано справа. Сигма-1, сигма-2, равняется 2 Сигма-1. Потому что количество рождён, у вас, как бы, рассматриваем, что реакция в состоянии ПП, НН, РПН и НПП, да, ну, неполяризованное состояние. Вот. То тогда отсюда мы получаем, что у вас, ну, вот, это соотношение должно быть. Потому что в результате реакции количество рождённых различных типов с разными проекциями, с третьей проекцией за спину и мизонов, да, Сигма-2 должно быть одинаковым. Ну, и третий метод. Это метод инвариантных инклюкций. Давайте на этой уже реакции, опять же, это обсудим. Как поляризованное состояние, там, вот, то есть, если первое поляризованное получается? Нет, если у вас на начальном состоянии было поляризованное, то и конечное должно быть поляризованным. Правильно? Потому что у вас не может сильное взаимодействие изменить поляризацию, да? Сильно? Нет, да, да, да. Нет, ну, я уже сказал, что если мы включаем электромагнитное взаимодействие, мы вполне отличаем протоны от нейтрона, да? Вот, то есть, и всё это с точностью электромагнитного взаимодействия уж точно нарушается. Да, то есть, если вы включили электромагнитное взаимодействие, вы можете отличить протоны нейтрона, да? И у вас есть отличия в массах, у протоны нейтрона, которые мы можем приписать, например, электромагнитного взаимодействия, да? Вот, ну и так далее, со всеми вытекающими последствиями. Если у вас есть, вот это вот, я предполагаю, что здесь идет процесс, связанный только с сильным взаимодействием. Если у вас есть, как это, ну, вы можете там добавить диаграмму, которая связана еще, ну, электромагнитная диаграмма, да? То есть, в этом смысле, она, может произойти, но она крайне мала, да? Ну, она альфа, да? И в этом смысле, отличие реакции, я сказал, не точной, это приближенная симметрия. Она связана с отношением, грубо говоря, электромагнитного взаимодействия к сильному взаимодействию, правильно? Как минимум. Вот. Ну, еще слабое взаимодействие есть, но оно еще слабее, ладно. Хотя при больших энергетиках не сравнивается, да? Вот. Ну, вот в этом смысле. Вот, я пересаживал, да? Значит, теперь все же, что это, вы меня обклинили, значит, инвариантная амплитуда. Значит, что такое инвариантная амплитуда? Значит, у нас имеется вот нуклон, да? Какие угловые функции у нас имеются, да? Имеется нуклон и, что есть, и визу, да? Нуклон — это спинер, а ты — это вектор, правильно? Да? Ну, мы должны описывать, правильно? Ну, или столбец, то есть, и стрелка, или я просто обозначу это вектор. Тогда вы должны написать маточный элемент, ну, для этой инварианты. Ну, а гетон — это просто скалярная функция, да? У него и со спинерами будет. Тогда вы должны... А, да, еще хотел добавить за счет... Ну, ладно, это потом, хорошо извиняюсь. Давайте писать это. Как будет связана низкая тогда амплитуда? Какая... То есть, амплитуда должна быть инвариантна при... Причем при... Амплитуда, да? То есть, мы повернули, да? Вот, согласно вот этой инвариантной, да? Вот. А амплитуда должна быть инвариантна, правильно? Между прочим, давайте все, я сразу еще обращу ваше внимание. Вот если... Имеется спинер, наверное, вот... Как преобразуется сопряженное состояние, да? Сопряженное состояние сейчас нам понадобится все равно. Сопряженное состояние преобразуется как? Это будет, соответственно, штрик данной е в степени минус пи... А у... Эта со звездой, пола, Пси со звездой, да? Так преобразуется. То есть, по сопряженным приставлениям. Согласны? Ну... Частицы и не частицы, это волновые функции Пси и Пси со звездой. Мы это обсуждали. Зарядное сопряжение, помните? Зарядное сопряжение, это волновые функции Пси со звездой. Правильно. Но, оказывается, можно вот эти волновые функции сейчас преобразовать очень простым образом. Вот это сопряженное приставление, да? Когда это нужно Тау-2. Пси со звездой, штрик. А здесь Тау-2 протащит. Понятно, да? Потому что, ну что, Тау-2, только Тау-2 комплексное, правильно? Вот, поэтому оно поменялось нам уже. А Тау-1 до Тау-2 не поменялись нам. Я протащу сюда Тау, да? Я у них тоже поменяю знак. То есть, тогда это музей в степени и Тау-2, потому что пола на Тау-2. А Тау-2, Чи со звездой. То есть, вот такая волновые функции тоже преобразуется по, так сказать, не сопряженному, а нормальному представлению. Так вот, возвращаемся к комплективе. Иного варианта. Какие будут предложения? Что-то такое. Вот, все, правильно? Нет, ну как, конечно, я про это спрашиваю. Ну как, у вас имеется, у вас волновая функция должна состоять вот из двух половых функций. Муклонов, правильно? Через волновая функция вот Пи, да? Значит, Пи – это что такое? Это вектор, да? Для того, чтобы апплитуда была скаляров, да? И вы уже построили произведение двух векторов скалярное, правильно, да? Тогда она при приобретении поворотов будет инвариантным, правильно? Про то, что мы с вами говорили. Так, да? Ну, а для этого что можно? А как построить вектор, если у вас есть спинор? А? Да, конечно, правильно. Стануев а это уголовок а то и то и то и к а деот top. Правильно, да? Так, да? Ну вектор. Так, да. Ну и умножается мягче. Так, да. Дальше вы можете попытаться взять и это расписать, да, и попытаться, ну, давайте, а вы не буду расписывать, здесь просто расписывается, матрицу Тау берете, да, и расписываете. И получите, помогу получить вот эти самые взаимоотношения, да. Значит, какие есть вопросы по этой части, потому что, давайте я для проверки дам чуть-чуть посложнее часть, потом другую задачу. У нас есть какой-то подбор энергии, которой мы можем пользоваться? Какой энергии мы можем пользоваться? Еще раз скажите, пожалуйста. Энергия, Гриша, какая порог? Какой порог? Протон и нейтрон, например, говорите? Так, какой энергии мы можем пользоваться вот этим проегментом, независимым существом? Ну, то есть, там, превращиваяся в какие-то реальные факторы, субботы, субботы? Нет никакого порога в этом смысле. Не понял. Какой порог? Протон и нейтрон? Вы про протон и нейтрон, например, говорите? Ну, это же, понятно, составные частицы. Составные, да. Вы же не можем описывать сегодня, как можно, по мнению каких-то реальных пренебречек? Нет, ну, я несколько раз оговорился, что это, так сказать, верно, что когда мы можем пренебречь электромагнитным взаимодействием, ну, и слабым тоже. То есть, тогда вы можете... Если реакция... Это реакция, идущая только за счет сильного взаимодействия. И я еще раз отвергну, что, конечно, это все, как бы, история, да, но... Современное понимание это связано с тем, что у вас имеется два парка, а-ту-даун, которые по массе, ну, так скажем, не отличаются, да? А константное взаимодействие... Сильное константное взаимодействие не зависит от аромата кварка. Это отражение. Если вы переходите на уровень кварка, да, то константное взаимодействие... Константное взаимодействие... Сильное взаимодействие... Сюда я просто оговорился, да? Константное сильное взаимодействие, оно не зависит от аромата кварка. она просто определяется, ну она там бегущая, она определяется в правильной передаче, но она не зависит от АК или ДАК. И тогда, если идет за счет сильного взаимодействия, и если у вас константа связи не зависит от того, это АК или ДАК, то у вас, а как мы сейчас будем обсуждать, протон это состояние АП, АП-ДАУН, это протон, а нейтрон это АП-ДАУН-ДАУН, это замена одного кварта на другой. Ну тогда, в этом смысле, вы в этом смысле ней неотличимы. Понятно, да? Вы так задали как-то невнятный вопрос, но я, похоже, тоже невнятно ответил, но мне задайте более определенную. Давайте, в этой части есть вопросы, а то я сейчас напишу, начну стирать, а писать другую часть. Ну, а следующую часть, ну давайте попробуем, я имею в виду, следующая задача, это обсудим, ну, тоже самое, ну, если бы понять, есть возможности. Значит, следующая задача, давайте обсудим, это, например, казалось бы, такая, ну, вот здесь всего три реакции, там, а есть, например, реакция Пи на наклоне. Давайте попробуем расписать его. Значит, если у вас имеется Пи на наклоне, да, то есть сколько у вас этого реакции есть? Например, есть Пи плюс, да, или у кого-то, посмотрите. Пи плюс на протоне, да, переходит Пи плюс на протоне. Есть такая реакция? Дальше. Я буду сразу писать отороженную по заряду, да, потому что это означает отороженную по третьей проекции из-за спины, да, то есть она очевидно от того самого. Это Пи минус, да, нейтрон переходит в Пи минус нейтрон. Да, здесь такая реакция. Дальше есть что? Есть Пи плюс на протоне, Пи плюс на протоне и всё, да. Дальше есть Пи минус, да, потому что здесь больше никаких вариантов нет, да. Значит, есть Пи минус на протоне, да, Пи минус на протоне. Есть ещё реакция такая. Пи минус протон переходит во что ещё есть? Пи минус нейтрон, да, есть. Ну и, соответственно, я здесь сразу напишу Пи плюс нейтрон переходит в Пи плюс нейтрон, да. Теперь есть что? Мы написали реакцию Пи плюс и минус, да, теперь есть ещё реакция Пи ноль на протоне. Значит, давайте напишем. Пи ноль на протоне, может опять перейти в Пи ноль на протоне, либо Пи ноль на протоне будет перейти куда ещё? Пи плюс нейтрон, правильно, да? Ну и я сразу обращу здесь третью компоненту, да, это будет Пи ноль нейтрон, а здесь будет Пи ноль нейтрон переходит в Пи минус протон. Вот. Ну, теперь что мы можем сделать? Мы можем сделать следующее. А, ну вот, как это, давайте я выпишу проценты клетки гардана. Так, это я стираю, да? Давайте я напишу проценты клетки гардана, так как вы можете мне лучше написать. Ну, то есть здесь падает за что? Состояние за спином единицы и состояние за спином одна вторая. Ну вот, я напишу этот коэффициент клетки гардана, а мы потом, может, вы их расскажете. Так. Позрь минус двух третей, 1 на вторая, минус одна вторая, плюс в 2-й плюс 1 на вторая, и вторых, минус 1 на вторая Далее, мы видим 8 в мёдле, 1 в мёдле, 1 в мёдле. У нас есть 2 мёдле, 3 в мёдле, 1 в мёдле 2. И тут 1, 2, 1, 2. Здесь еще хорошо 1, 1. 1, 2, минус 1, 2. Это равняется в поле 1, 2, 1, 2. В поле 1, 2, 1, 2. Последнее. 1, 0. 1, 2, минус 2. В поле 2, 3, 2. В поле 1, 2, 1, 2. Я извиняюсь, но здесь ничего не поделаешь. Вывисать надо. Ну вот, а теперь давайте попробуем все считать. Значит, тогда мы можем написать что? Вот изменится реакция. Здесь отличие только третьей проекции, правильно? Соответственно, они будут одинаковыми. Сигма-1, Сигма-2, Сигма-3, Сигма-4, Сигма-5. Относительно поворота ничего не зависит, правильно? Мы с вами обсудили. Если я заменяю третьи компоненты с протоном на нейтрон, ничего не поменяется. Ну, теперь давайте попробуем сечение этих реакций. Для этого что? Начнем с амплитуды. Смотрим, и плюс P, и плюс P. Здесь в этой таблице нет, я не стал описывать. Это мы знаем, что происходит. Или не знаем. Эта амплитуда будет. Вот если я складываю один на две, одна вторая, одна вторая, то это будет сколько? Три вторых, три вторых, правильно? Вот. То есть, если я теперь напишу амплитуду реакции первой, первой амплитуды, то она будет равна чему? Ну, там, значит, 2F, 3 вторых. Ну, или ничего не там, в начале, в, амплитуду, да, давай, 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 давай. В, три вторых. Тогда. Теперь смотрим амплитуду второй ряд. Да? А нам будет сколько? Молит. Это сколько это будет? p-p, да, на p-p. Это, значит, куда нам надо смотреть? В какую строчку? p-p. Это какая строчка? Первая, правильно, да? Вот. Это p-, а это прото. Правильно? Значит, берем их, перемножаем, да? Получаем сколько? Давайте, можно продиктуйте, что называется. Две третих от верф, одна вторая. Правильно, да? И дальше что? Плюс. Плюс. Да? Вот это вот, да? Третья амплитуда. Третья амплитуда. Третья амплитуда это что такое? Это p-p и p0, да? Я понимаю, что это верф, но мы можем и закончим. Потом отдыхнем. Значит. p-p и p0, да? p-p мы только что сказали, это вот это, правильно? А p-0, это сколько? Это вторая строчка, правильно? Значит, мы что, должны теперь начать перемножать, да? Ну и сколько это будет? Девкуйте. Минус корень из двух натрия В, одна вторая, правильно, да? Это вот это. Вот это вот на это, да? И что? И плюс корень из двух натрия В, три вторых. Согласны? Дальше есть что? Как это здесь? Четвертая амплитуда, да? Вот. Она, здесь что? p-0,p, да? p-0,p, это что такое? Это какая строчка? Четвертая, да? Вот это. П-0, а тут это p. Да? Соответственно, получаем, равняется одна третья В, одна вторая, и плюс две третьих В, три вторых. Так, да? Вот. И еще осталась одна а5. Да, а5 это что такое? p-0,p, на p-n. Это p-0,p, p-0,p, где? Это вот эта строчка, да? А p-n, p-n, это вот эта. Отсюда мы получаем, сколько? Это минус, да? Отсюда мы получаем, сколько? Равняется минус корень из двух третей В, одна вторая, да? И что еще получаем? «Плюс корень из двух третей В, одна вторая, п-н, на п-н, на п-н, на п-н. Вот это на это, да? И плюс корень, да? В корень из двух третей В, эта и вторая. Согласны? Посмотрите. Во-первых, вы получили, что третья и пятая реакции одинаковы, да? Правильно? А почему мы могли и без этого сообразить, что они одинаковые? Почему мы могли бы без коэффициентов легче гардана сообразить, что они одинаковые? Чиновое сечение должно быть одинаковое. А? Громче, говорите? Потому что она может взять полгода, чтобы сидеть. Т.е. отвержение B? Ну, прямая и обратная реакция. Так? Ну, как? Третья и пятая – это прямая и обратная реакция. Ну, вот смотрите. И плюсы, да? И 0V. Правильно? А это тоже. Ну, в обратную сторону. Видно все? То есть, прямая и обратная реакция. Очевидно, что они должны быть здесь одинаковые. И так получится. Вот. То есть, то, что вот эти одинаковые – это просто является отражением того, что это прямая и обратная реакция. Вот. Да? Погадаем. И за спиной не отъедал, так сказать, противоречие, что прямая и обратная реакция, потом не совпадает. Вот. Отсюда получаем вот такие вот соотношения. Так что, соответственно, мы должны знать, что все у нас теперь зависит от двух амплитуд. От двух амплитуд. И после этого, значит, в зависимости от того, какие были там возможности этого самого из-за спины безграничных, так сказать, чтобы они точно все вычисляли. И здесь, и зависимость есть от двух амплитуд. Некоторые соотношения можно получить, да? Вот. Ну, дальше у вас есть… как это… Сечение – это квадратно, да? Но, с другой стороны, вот известно, опять же, давным-давно, да? Когда изучали реакцию рассеяния пимизонов на углонов, да? То есть, то оказалось, что там есть… Я уже успел. Дельта из-за баррель, да? Вот. Одна самая дельта три вторых три вторых. Вот. То есть, все идет через… Вот. Помните, я написал, что группируются мультиплеты, да? Помните, там было написано? Дельта плюс 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 дельта… Плюс дельта ноль, дельта минус. Помните это, да? Вот. Значит, если их четыре, да? То, соответственно, сколько должно быть… Какой из-за спин должен быть учитывать? Три вторых, правильно, да? Ну, двои плюс единица, да? Три вторых. То есть, если идет через эту дельту, да? Вот. Через такой резонанс, то… Вот только амплитуда вот эта три вторых играет роль. А вторая мы можем предъявлять. Ну, следую. Течение идет через резонанс. Через это. Ну, тогда все легко там предсказывается, да? Вот один, там… Чего там? Одна девятая и… Там… Две девятых, да? Ну, это соотношение, вот, предсказывается без всяких параметров, оно измерено и в замечательном согласове. Дальше… Дальше… Ну, это я опять начал с коэффициентов Клепша-Гардана. Ну, для этого опять есть два метода, да? Это метод инвариантных амплитуд, да? И еще метод Шмушкевича, да? Вот метод инвариантных амплитуд. Какие вы можете предложить амплитуды? Мы опять вычитать их не будем, но, тем не менее, какие вы можете предложить? Сколько их будет? Независимо от амплитуда. Одна, две, три. А? Две, наверное, будет, да? Ну, теперь осталось только узнать, почему две. Ну, раз там две, да? И здесь должно быть две получиться, да? Вот. Ну, какие? Как вы их можете построить? У вас есть, опять, два муклона, да? И есть два пилизона, правильно? Вот из них мы должны построить один вариант на амплитуды, правильно? То есть, здесь у вас есть три пилижи, да? А здесь между нейтронами нужно тоже куда-то тензол, да, построить. Так получается. Тензол, с чего можно строить? Известно, с чего, да? А? Есть матрица Тауга. Да. Из них вы можете построить что? Либо симметричную, либо антисимметричную комбинацию. Правильно? Это будет две амплитуды. Теперь еще можно использовать метод Шлюфтеевича, да? То есть, начальное состояние поляризовано, и все, так сказать, идут процессы, да? Конечное должно быть тоже не поляризовано. Какие здесь можно написать соотношения? Ну, с амплитудами-то я предлагаю открыться дома, подписать. Как описать мы уже обсудили немножко, да? Дальше. А метод Шмушкевича можно здесь применить или никак нельзя? Ну, подумайте, да? Кому-то равно уже 10 минут, либо больше. За перерыв заехали опять в 15. Давайте тогда перерыв сделаем. Так. Ну, пока я по лестнице поднимался, я решил, что... Как это? Метод Шмушкевича поднимает и дома, да? Поднимает реакция. Вот. А сейчас я в одном месте не применю, а у кого здесь не применю? Ну, если в системе вот так. Вот. Я только отмечу, что метод Шмушкевича имеет, содержит в себе, меньше информации. Потому что он связывает только сечение. А здесь у вас связано с этим. Я стираю только. А сейчас давайте попробуем построить полновые функции. Ну, начнем с мизона, да? Как я уже говорил, в настоящее время у нас имеются мизоны, да? Которые обладают рыбой, ну, обладают целой спиной, да? И барионы, которые обладают полностью его спиной. Вот. И мизона является связанным с состоянием анти-кварт-кварта, валионами. Это три-кварта. Ну, вот мы начнем с мизона. Давайте построим полновую функцию, например, для пемизона, да? Вот имеется пемизона, так, да? Вот. И у нас, ну, как мы сказали, эстетическая семилея связана с квартами Акутау. Вот. И, соответственно, это вот есть ап-кварт. Это из-за спины одна вторая, одна вторая. А даун одна вторая, минус одна вторая. Вот. Теперь давайте строим пемизон. Пемизон и плюс-то это связано с состоянием чего-то. Пемизон и плюс-то это связано с состоянием чего-то. Либо анти-афф-афф, да? Даун анти-даун, да? Ну, теперь давайте строим его функции. Значит, как мы сказали, эмизон – это из-за спины, проекция из-за спины здесь плюс-1, здесь минус-1, здесь 0. А из-за спины равна 1. У нас имеется кварт-анти-кварт. А как описать анти-кварт? Анти-кварт-афф и анти-даун, да? Как вы должны записать волновую функцию для анти-кварт? Вот так или по-другому? Вон туда, смотрите, в самый правый верхний угол. Анти-кварт – это сопряженное состояние, да? Таким состоянием. И я приквозуется, чтобы мы могли, так сказать, приписать ту же проекцию из-за спины, вот таким вот образом. Поэтому, если я напишу, что вот кварт, ну, как у нас был наклон, да? Вот здесь вот кварт – это ап-даун, да? То есть, если я напишу анти-кварт, то как вы должны написать тогда? Анти-даун минус анти-кварт. Так, ну и общую фазу я отбрасываю на ней, интересно. Когда состояние пи, да? Это что такое? Это состояние одна вторая, одна вторая. Согласны? Пи плюс. Одна вторая, одна вторая. Это означает что? Одно. Ах. Анти-даун. Ну, если давайте вы не писать смело, так сказать. Анти-даун ах. Так, да? Анти-даун. Теперь, что такое состояние х-минус? Х-минус, да? Одна вторая, минус одна вторая. Одна вторая, минус одна вторая. Одна вторая, минус одна вторая. Это как я должен написать? Я должен написать минус анти-ап, даун. Одна вторая. Согласны? А что такое состояние ноль? Это единственное количество здесь будет, да? Давайте я не буду написать. Одна вторая, минус одна вторая, да? Плюс. Минус одна вторая. Одна вторая. Одна вторая. Согласны? Одна вторая. А только пределки проекции написал. Не повторять это второе, не стараюсь. Так или не так? Это из-за спин один ноль. Теперь берем, подставляем, да? Это будет сколько? Вот единица находится в двух, да? Смотрим вот сюда. Антидаун, да? А здесь что? Даун. Здесь сколько будет? Минус. Антидаун, да? Вот такая была вкусная. У меня нет времени, так сказать, заранее просить написать. Если заранее просишь, здесь пишут плюс, да? А здесь минусы печали надо писать. Вот такая правильная ромовая функция. Вот это ромовая функция, например, эмизон. Ну, дальше вы можете построить вот это. То, что вам заблагорассудится, да? Вот, любые другие волновые функции, состоящие вот из АПДАУМ-кварта. Вот пимизон мы построили, да? Ну, если... Вот почему, например, вот... Давайте еще обсудим. Вот эти камезоны выбираются вот такие из-за мультиплетов. Канолин, Антиканолин, Каминус. Вот эти частицы нитради, но они, как это? Не истинно нитради. Не заряд драйон, но и истинно нитради. При зарядового сопряжения не переходится антир. Чего именно два мультиплета образуется? Потому что... Что такое камезоны? Это... У вас есть... Состояние, где один ас-кварт подбирается ас-кварток. Тогда... Вот это состояние вообще такое АПД. Да? И, соответственно, антир. Вот. А это будет сколько камер? Это будет даун и антир. Это состояние... Антидаун. С. Да? А это состояние... Чего там? А... Нет. Антир. С. 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 Ну, вот в свое время было, когда я уже историю рассказывал вам, что... Видали, что вроде есть сохранение странности, как называемые. А с другой стороны, норождались две частицы, которые были нейтральны и были всегда одинаковы, на которые странность была в таких сути разная. Ну, потом, что-то вроде, чем это связано. Странный кварт несет странность, единичка, а здесь, соответственно, меньше. Вот, и, соответственно, это два, что, дублета, да, из-за спины. Это просто ап-даун, а здесь анти-даун-ап. Понятно, да? Это два дублета. Ну вот, если с из-за спином понятно, давайте двигаемся в другой семитре. Следующая семитра. При таком успехе, что касается из-за спина, да, как видите, можно было рассказывать реакции, не можно было уже. И сейчас можно было, и только тогда. Значит, вот при таком успехе из-за спиновой симметрии и понимание, что С-кварт тоже, наверное, можно отключить какую-то, так сказать, симметрию. Вот. А была тоже, но вот если симметрия из-за спины, как мы только что недавно увидели, это С-у-2 симметрия, то добавление третьего кварта мы получаем С-у-3 симметрии, да. То есть, если мы можем расширить дублет, да, вот, у нас была А-даун-ап. И скажем, что все инвариантно относительно поворота в таком пространстве. Ну, опять, это С-у-3 симметрия, значит, ну, сколько здесь? Ну, и опять, это все, конечно, базируется на том, что константное взаимодействие, для сильного взаимодействия не зависит от массы кварта. И эта симметрия, конечно, более сильно нарушена, но, тем не менее, в основном это связано с тем, что он связан с массой скважей, который, естественно, более тяжелым, чем А-даун. Ну, и С-у-3 симметрия, опять же, основана на том, что, оказалось, что, вот, если мы посмотрим на мизоны, да, то имеющиеся мизоны группируются вактеты и синглеты. А барионы, которые мы потом дальше рассмотрим, группируются вактеты и декуплеты. Вот, если вы, значит, эти частицы, значит, следующие. Значит, если вы, значит, вот, если я нарисую теперь такие оси, где здесь будет территория проекции за спинами, вот, а по этой оси с равностью или, там, барионный заряд, вот, то тогда частицы будут расположены так, и минус, и ноль, и плюс, да, вот здесь вот, посередине, да, будет стоять, да, будет стоять, да, здесь будет стоять, что там, К-минус, а-минус, а-минус, а-минус. И еще вот здесь стоит это, сейчас мы это обсудим, зачем оно здесь стоит. Вот. Вот. Это актет. А еще и длинность стоит это штык. Вот оказалось, что частицы могут быть сгультированы вот таким образом. Но, дальше там есть перемешанное и так далее, но это другой вопрос, не знаю, если так. Вот. И это частицы, у которых спин равен нулю. То есть это псевдоскалярные безоны. Вот актет псевдоскалярных безонов. Как мы с вами обсуждали, да, вот у нас имеется спин с байдной здоровьем, он может сложиться либо в ноль, либо в единицу. Что касается спина. Вот. Если он складывается в ноль, то получаем вот этот актет и симметр. Если он складывается в единицу, то, опять же, все известно как к ноль со звездой, к ноль со звездой, к минус со звездой, к ноль со звездой, к ноль со звездой. Ну, а здесь, конечно, не б плюс при минус, а для них есть другие нормальные, да, это ров минус, ров ноль, ров плюс. Так? Ну, а там стоит, значит... Ладно, давайте так поставим опега, хотя там перевешивание такое, чтобы сложно сказать, где кто стоит. Эфемизон. Вот. А теперь давайте попробуем построить, ну, итак, значит, первым делом давайте посмотрим, почему это, так сказать, аптет получается эсинглет. То есть у нас имеется связь в состоянии кварк и антикварк, которые преобразуется так, преобразуется, один, ну, кварк преобразуется по представлению СУ-3, а другой по сопряжённому представлению. Правильно? По нему, скажите мне. Здесь, к сожалению, навык свести нельзя, да, сопряжённое представлением каким-то перевозначениями. То есть у вас есть связи с состоянием... Давайте я опять хочу попробую. У вас есть связи с состоянием СУ-4, да, СУ-4. Ну, одно преобразуется по, ну, как, по представлению СУ-3, другое по сопряжённому представлению. Вот, поэтому давайте попробуем это дело мы с вами и написать. Значит, тогда, если мы... Значит, если мы с вами... Определив, что все альфа преобразуют у альфа, бета, все бета, то другое будет все альфа, со звездой, альфа, бета, все бета, то есть обычно обозначают нежнее и меньше, но я говорю по-сакризованному другое. Отсюда мы должны построить все альфа, бета, представления, групп связанных с пинором. Как мы можем это записать? Мы можем разложить на два неприводимых представления, они вам известны. Кто мне скажет два неприводимых представления? Какой вопрос? Какой вопрос? СУ-3 СУ-2 Так, два неприводимых представления? СУ-3 СУ-3 Шпурт Преобразуемся как? Он является целым вариантом Правильно? Берём и читаем. Всего компонент сколько будет? Если три, трижды три, сколько будет? Девять будет, правильно, да? Вот. Но это распадается на... Мы выделяем шкур и выделяем без шкур. Одном один, а другом восемь. Ну, я не знаю, мне не хватило в планы демонстрировать, что шкур, например, является не вариантом, что мне надо продемонстрировать. Рассмотрим, там, вето ж три, да? Акто вето. И сделаем такое преобразование, да? Получим опять вето акто вето, да? Значит, тогда вот имеется, соответственно, ну, отсюда понятно, что является синглетом. Синглета является... Да, ну, слушай, умовая функция будет какая? Вот это написано. Написано. А если написано, вы диктуйте, да? Умовая функция для синглета будет. Что такое? Ну? Как мы это написали? Вот это написано. Что такое? Понятно? А? Синглета. 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 Вот, кварт. Я не говорю, что я не очень хорошо формулирую вопросы. У нас теперь есть три квартера. И что такое? Давайте Ну вот Вот если вы напряглись и вспомнили, что так можно развалить Один отнимает головой Пять других молчат Значит, вот это что? Это сингле, правильно? Вот это вот аппет Значит, тогда в сингле вот он написан Пси гамма гамма написан Значит, как его тоже написать, приходя на кварковый язык А тут абдабанес То ли вы боитесь сказать, что Скажите, или что Ну вот Это, ну как Это тензор, да, надо понимать Как произведение Вот спинора сопряжённого, да На такую спинору, правильно? Вот я и сказал, индекс Аль-бэ-бэ означает Верхую внизу означает, что Несопряжённый 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 Значит, синглет вот такой, да Дальше, то есть это вот Это вот Это вот Это штрих Да? Должна быть Такая волновая функция Значит, волновые функции Тимизонов Мы с вами построили Тимизонов Построили или не построили? Вот он Построили Построили Значит, теперь осталось построить ещё Лумурунцу Это, да? А её как построить? Восьмой член Какой будет? Ну-ка Построили Или опять будете ждать, пока я напишу? Как это? Кто первый моргнёт? Ну Ну вот Вы же сказали, что Вы всё поняли Вот Половая функция Тимизона Да? Вы поняли, что это Вот Это В середине 7 лет Это вот Эта волновая функция Да? Камень зону мы тоже знали То есть осталось одну из девяти построить Она Какая должна быть? Она должна быть Вот Отсюда, да? Из этой области Тогда Ну что, эта волновая функция какая должна быть? Она тоже может содержать, соответственно, антиопат, либо антидаун-дагму, либо анти-СС, правильно? Другого не надо Так, да? Так, да? С другой стороны она должна быть ортогональна к этой, да? И ортогональна вот к этой Значит, как-то я буду посторожнее Так, я же, грустно, тут ортогональна к телевизору уже, да? Будет? А что-то еще к этой было ортогональна? Что нужно написать? Минус два Ну вот и что, чтобы он сидит? Вот два партийца для восьмого члена к кето, да? Ну, естественно, дальше Ну как Вот здесь, смотрите Здесь из-за спин Из-за спин равен по тупимизору в единице, да? Здесь, правда, на второй А здесь из-за спин чего равняется? Из-за спин, у этой я даю штрих, чему равняется? Ну, вот что построено Вот из-за спин один ноль А если бы я строил из-за спин ноль ноль А что я здесь должен был поставить? Минус Вот это один ноль Видите? Вот это один ноль А ноль ноль сколько будет? Здесь минус стоит Стоит или не стоит? Стоит Значит, тогда эта половая функция какая? Такая Такая Вот это из-за спины Это один ноль А это ноль ноль Ну, вот они и получаются у нас Вот Вот Синжет, естественно, из-за спины равен нулю, да? С-кварь никакого из-за спины не несет Я говорю, из-за спины равен нулю Здесь из-за спины равен нулю, правильно? Тоже То есть, вот эти два члена, они из-за спины равен нулю Известно, что они перемешиваются Есть смешание Это и то, что их смешивали То есть, их многофункции не являются Вот Чего-то по цвету Есть угол перемешивания То есть, физическое уголовное состояние Есть перемешивание вот этих вот состояний Угол смешивания там измеряется Вот То-то С КМД и СНД Вот Угол это и это штрих И смешивается Значит Есть угол смешивания этих состояний Вот это состояние со спином равен нулю Вот это состояние со спином равен нулю Это векторные мезоны Помните, про мезоны, которые мы обсуждали Вот То есть, это состояние уже с большей массой И я Ну, вот здесь омега и фи Так называемое идеальное смешивание То есть, С Фи является состоянием Каким? См? С Известно А омега Это будет только Только вот это состояние Ну Как это будет устроено Ну Тем не менее, вот имеются Аккеты Вот первые Два Самых, как говорится, известных аккета Я вам просто написал Ну, а сюда Либо Можете изображать Многостранность Либо гиперзаряд Еще гиперзаряд, который равняется Барионный заряд Плюс Либо гиперзаряд, который равняется Барионный заряд Плюс Следующий семинар Двадцать шестого Да Я Такое говорили с Дмитрием Чтобы нам не делать Такой большой перерыв Вот Потому что Барионный Может быть не полностью Семинар Частично Какие есть вопросы Сейчас у нас закончилось Какие есть вопросы По этой части Спасибо Здесь Мы обсудили Гизоны Вот Еще хотелось бы Барионы обсудить У барионов Как я уже Заранее вам говорю Есть Декуплеты И актеты Ну Для основного состояния естественно Есть свои Есть какие-то еще вопросы Вопросов Нет Я правильно Сказал Доброго До свидания А?